На протяжении нескольких лет жители района Центрального рынка становятся свидетелями жестокости 14-летнего юноши. Говорят, что подросток мучает домашних животных, которые гуляют во дворе. Собравшиеся опасаются, не нанесет ли это вред людям в будущем, если не возьмутся за ребенка сейчас. Кроме того, он неоднократно пугал детей. У него камни предпосены. Я вот так закрылась, думаю, что по башке не попал. Звонила я. Сначала чуть Рима у нас тоже с нами, тоже свидетель. Она звонила участковому Асхату. Асхат сказал, это только ПДН, это не в моей компетенции к ПДН. Я ПДН уже три дня долблю. Ребенок у меня перебегает постоянно в слезах, ее вот так трясет. Почему я должна как бы за своих детей просто страшно становиться? Это что такое? Это надо как-то изолировать его от общества, если он так поступает? Он кидается во всех камнями, и взрослых, и детей. Грозит ему, угрожает и всякое разное. То станцев он ее там где-то вылавливает. Он же ходит, перемещается везде, вот здесь вот по округе-то. Он, значит, кидается камнями, с ножом. У меня внук, я вот на Дулатова, 167, нахожусь, да. Я боюсь своего внука отпускать. Ему 13 лет, и мы боимся. Потому что он заезжает к нам во двор, берет нож, при детях душит животных. Узнав о жалобах жителей, фонд «Четыре лапы» тоже не остался равнодушным к этому вопросу. Представители фонда считают, что жестоко обращаться с животными в корне неправильно. Кто бы куда ни жаловался, не обращался, люди все об этом собираются, друг с другом говорят, за своими детьми следят, не знают, что делать. И, собственно, вот мы посодействовали тому, что собралась общественность, собрались очевидцы этих действий. И как бы вот мы присоединились со своей стороны, потому что мы являемся у нас городе зоозащитой. И, конечно, это ненормально, что к животным такое отношение. По всей видимости, мама ребенка оставляет его без присмотра. В связи с этим жители неоднократно обращались к компетентным органам, однако ответа не получили. На этот раз приехали участковые. Они знакомы с проблемой, но объяснить, почему не приняли мер с учетом жалоб, не смогли. Я вам еще раз повторяю, если вы хотите получить конкретный ответ по этому поводу, вы можете обратиться к нашему руководству и получить разъяснение. У нас нет компетенции, не можем ответить. Нам запрещено законом. Мы обратились в отдел по делам несовершеннолетних, чтобы получить хоть какой-то ответ, однако те, кто там был, отказались отвечать, сказав, это не в нашей компетенции. С целью выяснения обстоятельств мы обратились в психиатрический диспансер города Семей. Я была данные в психиатрический диспансер-г roaring. Руководитель отделения психиатрической службы диспансера заверила, что мать ребенка согласилась на лечение. Затем подростка планирует отдать в интернат. А жители, обеспокоенные здоровьем и жизнью своих детей, вчера написали заявление и оставили его компетентным специалистам.